День, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о юридической психологии и о таком ее важнейшем компоненте, как психология судебная. И насколько важную она роль играет, немногие понимают и тем самым делают самую большую ошибку в своей жизни, потому что без понимания и правильного применения основ юридической, а именно судебной психологии в судебном процессе, в тех или иных проявлениях, конечно же, успеха не достичь. И все прекрасно понимают, что юриспруденция как наука, наука межличностных, межчеловеческих отношений, поскольку закон регулирует отношения в обществе между различными субъектами, и пусть даже там есть юридические лица, иные образования, вплоть до государств, но в корне своем это отношения между людьми, поскольку по своей сути и юрлица и все остальное это некие общности людей. И на первом месте здесь стоит человек. И не понимая тонкостей межличностных отношений в юридическом преломлении, конечно же, в судебном процессе делать нечего. Я имею в виду, если вы хотите победить. Поэтому, дорогие друзья, необходимо применять юридическую психологию во всех ее аспектах в судебном процессе. Дорогие друзья, что такое юридическая психология, на что она направлена? Прежде всего, юридическая психология изучает поведение тех или иных субъектов в разных обстоятельствах и так далее. Если мы говорим о психологии судебной, о психологии судебного процесса, то, конечно же, нас прежде всего, как субъектов доказывания, интересуют особенности поведения сторон по делу, особенности поведения не только сторон, но и свидетелей, третьих лиц, иных участников процесса. И, конечно же, в познавательном аспекте нас больше всего интересует суд, как тоже участник процесса и как субъект психологического воздействия иных участников процесса. Потому что что, как не формирование внутреннего убеждения суда, есть суть сама по себе процесса. Конечно же, вот эта суть процесса, как воздействие на внутреннюю психологическую сущность суда с целью формирования у суда необходимого внутреннего убеждения, и есть по своей сути доказывание. И многие об этом забывают, говоря о формальных моментах. Но, тем не менее, это взаимодействие между людьми. И очень часто приходилось видеть картину о том, что один юрист постоянно на коне, представитель, адвокат и так далее, а другой, несмотря на то, что он может быть в 10 раз грамотнее, и может быть ему ведомы такие юридические дали и просторы, которые другим недостижимы, но он не умеет их преподнести суде в том формате, чтобы для него это было восприимчиво и так далее. И я сам не раз становился свидетелем таких ситуаций, когда то или иное утверждение, высказанное, причем по одному и тому же поводу, от разных лиц судей воспринималось, либо крайне позитивно, а от других лиц крайне негативно. Вот как мне один подписчик написал, говорит, эта ситуация схожа, как в анекдоте. Ну не нравишься ты мне, ну ничего с этим не могу поделать. Вот такое бывает. А бывает наоборот, что вот нравится судье человек, вот близок к нему по духу, по внутреннему убеждению, и его аргументы легко и непринужденно принимаются. Но это, дорогие друзья, один из аспектов. Прежде всего важен психологический настрой на победу. И если в суде высказываются панические настроения, упаднические и, скажем так, настроения, направленные на проигрыш, а такое очень часто приходилось видеть, когда человек приходит в суд, как в воду опущенный, и вот он говорит, вот здесь мы не победим, вот все, вот все против нас, все и даже обжаловать не будем. Вот стоит помощнику судьи уловить такое настроение, и все, считайте, дело проиграно. Потому что никто не будет вставать на сторону заранее проигравшей стороны. И приходилось видеть наоборот, при проигрышной, казалось бы, позиции, бодрость духа, непримиримость с любыми нарушениями закона, отстаивание своей позиции со стороны правоты, внутренней убежденности в своей правоте. Конечно же, это приводило к успеху. И это не шутки, и это не громкие слова. Как вот мы с одним клиентом работали в суде, и просто в конце процесса судья уже боялся что-то неправильное сказать, вопреки позиции. Потому что, конечно же, проявлять психологическую внутреннюю убежденность, а без внутренней убежденности своей вы не сформируете внутреннюю убежденность у судьи в вашей правоте. Так вот, эта внутренняя убежденность и правота должна выражаться не в том, что вы пришли в суд и, грубо говоря, ногами двери открываете. Или вот как некоторые недоюристы, я их называю, в своих роликах в ютюбе показывают, как они пришли туда поругались, пришли с судьей поругались, с полицией поругались, со всеми поругались, и в конце говорят, вот мы какие хорошие. Вот мы везде всем, как говорится, навставляли. Вот наша... Это не юриспруденция. Это вот с таким подходом пусть идут в бои без правил. Вот там такой подход возможен. И то на меня еще обидятся бойцы без правил. На самом деле у них правила построже, чем в некоторых видах спорта. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, все должно исходить из внутреннего убеждения через преломление юридическое. И здесь важно не только поведение в суде, внутреннее убеждение в своей правоте, но и в документах должно сквозить ваше желание победить, выиграть, отстоять свою позицию. И документ должен быть не мямля. Я опять-таки извиняюсь сейчас за такие вот выражения, но это должно быть не нечто такое аморфное и беспочвенное. В документе должно быть все логически построено и должна сквозить ваша правота. Но тоже не так, что вы оскорбили всех, грубо говоря, все неправы и так далее. Нет, это внутреннее убеждение должно формироваться через юридически грамотную позицию. И тогда победа будет вас ожидать. Поэтому, дорогие друзья, вот это основы юридической психологии. И, конечно же, необходимо не только проявлять внутреннюю убежденность, но и в судебном процессе, и при написании документов, при обжаловании тех или иных действий, решений и так далее, необходимо ориентироваться на психологический портрет конечного потребителя вашего процесса доказывания своей правоты. То есть ориентироваться на суд. А для этого необходимо некий портрет судьи сформировать у себя, чтобы было понятно. А вот судья, что за человек, да? И очень часто приходилось, особенно если знаешь некоторые особенности, вот, к примеру, судья, бывший сотрудник, да, вот, правоохранительных органов или прокуратуры, вот у него такие-то психологические, вот он любит, чтобы все было четко по делу. А кто-то пришел из народного хозяйства, да? Где-то любят они, чтобы был больше упор сделан на гражданские правовые отношения. А где-то судья работала раньше в органах опеки, ее больше интересует такой подход со стороны защиты интересов, со стороны душевности и так далее. К каждому можно найти подход. И, дорогие друзья, я не говорю, что вот только знание юридической психологии вас убережет от всех проблем. Конечно, нет, должна быть и правота юридическая неким образом, но, тем не менее, знать это не мешает. Потому что, уловив настрой судей, необходимо где-то под него подстраиваться, потому что без этого никак. И это должно сквозить и в ходатайствах, и в обжаловании решений, и так далее, дорогие друзья. Но не таким образом, как приходилось слышать такие мнения от юристов, которые воспринять нормально, ну просто никак невозможно. Как сказал один юрист, говорит, не надо писать жалобу на это судебное решение, вы тем самым будете раздражать судью. Так подождите, вы пришли в суд бороться за правоту или для того, чтобы кого-то не раздражать. Понятное дело, это рабочие моменты, суды перегружены, и где-то судья, я их за это нисколько не виню, и тем более не нам их судить, потому что сейчас очень много, очень большая нагрузка на судейский корпус и так далее. И где-то у них прорывается, они тоже люди, и где-то они высказывают раздражение и так далее. Когда вы к этому с пониманием относитесь, и в судебном процессе, и в судебном решении, там где иногда судья завуалирована, и вот это нужно понимать. Для этого нужно понимать процесс, как мне одна зрительница канала сказала, там такое решение вынесли против меня. Но вот судья оставил лазейку для обжалования, потому что понимал мою правоту. И мы действительно туда нырнули, и отменили это решение, потому что не мог он вынести по-другому. Бывают всякие ситуации. И отменили, и в конце концов победили. Поэтому иногда судья, даже если он повышает на вас голос, он где-то хочет вам подсказать. Это нужно улавливать, для этого нужно знать хотя бы процесс и закон. А кто-то думает так, что вот на меня голос повысили где-то, это не для того, чтобы на ровный путь поставить, а для того, чтобы унизить, оскорбить и так далее. Вот я сейчас обижусь и так далее. Нет, дорогие друзья, зачастую, вот у меня были у самого такие ситуации, где я старался уловить рациональное зерно во всем, во всех высказываниях, суда, помощников и так далее. Даже где-то они нервничают, я думаю, почему? Может мы как-то позицию неправильно сформировали. Нужно пробовать, чего добивается он. И где-то сквозь, вот вы бы еще, и так чуть ли не с матом, но есть рациональное зерно, есть. Поэтому, дорогие друзья, вот это тоже нужно учитывать. И, конечно же, применять психологию при допросе свидетелей. Где-то, если свидетель с другой стороны, необходимо его на свою сторону, возможно, даже перевербовать. У меня были случаи, когда худшие свидетели обвинения становились лучшими свидетелями защиты. Поэтому, дорогие друзья, вот эти моменты, на них обращайте внимание. И, конечно, если вам нужна помощь в составлении тех или иных документов и так далее, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем, особенно в апелляциях, касациях и так далее. Если нужно, осуществим представление интересов. Очень хорошие у нас юристы, адвокаты и так далее. Счастливо, дорогие друзья. Все контакты в описании к видео. Счастливо. Счастливо.